На дискуссионных площадках Десногорска полным ходом идёт общественное обсуждение предложений от общественных организаций жителей города по формированию стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Площадки работают с начала февраля, близится к завершению этап формирования направлений стратегии. Стратегия социально-экономического развития города была разделена на пять направлений – экономическое, жилищно-коммунальное хозяйство, культуру, спорт и молодёжную политику, образование и организацию муниципального управления. Такой подход к формированию основного плана реализации стратегии охватывает все стороны социальной и экономической жизни атомного моногорода. План мероприятий по обсуждению каждого направления предполагал работу на отдельных дискуссионных площадках. Цель их организации заключается в необходимости привлечь в разработки как можно больше жителей города, чтобы учесть потребности разных слоёв населения. В настоящий момент завершилась работа на трёх дискуссионных площадках. При дискуссии на экономической площадке был представлен анализ фактической динамики развития города за последние годы. Определён инвестиционный потенциал среди положительных сторон отмечены наличие свободных земельных участков, близость федеральной трассы, тарифы на тепловую энергию, компактность застройки, высокий уровень образования десногорцев. Обсуждали проблемы в экономике города, как привлечь инвесторов, почему деньги утекают из города и как это остановить. Особенное внимание уделялось внедрению практик поддержки предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. 14 февраля на площадке обсуждения жилищно-коммунального хозяйства присутствовали все заинтересованные представители общественных организаций, предпринимательства и жители города. Основное внимание в обсуждении привлёк социальный проект «Комфортная городская среда». Основная цель этого проекта – привлечь инициативные группы собственников жилья активно принимать участие в программе благоустройства придворовых и общественных территорий. От инициативных групп собственников жилья необходимы идеи и предложения. Для этого нужно провести общее собрание в любой форме и подать заявку на рассмотрение общественной комиссии для включения в программу благоустройства. В Десногорске уже есть такие инициаторы. Их предложения рассмотрены и одобрены на проведение работ в 2018 году. Глава города Андрей Шубин заверяет, что эти придомовые территории будут образцово-показательными. Но дискуссионные площадки, посвящённые обсуждению развития культуры, спорта и молодёжной политики, прежде всего рассматривались перспективы развития существующих направлений. Предложения по работе молодёжного совета – первые результаты и дальние перспективы. Отмечено, что в Десногорске хорошо развиты спортивные секции – кружки для детского творчества. Много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения. Среди предложений на перспективу выгодно выделяется создание единого портала культурно-досуговых услуг. Десногорцы считают, что в городе нужны современный кинотеатр и волонтёрский центр. Требуется развитие международного культурного сотрудничества и туристической сферы. В ближайшее время общественные обсуждения пройдут на площадках образования и организации муниципального управления.